Купаться собираются наши сестры на южный пруд, босиком, чтобы зимой никогда не болеть. Вот как поклоны делают. Бог помощь! Там мячиком поиграйте, потом ребята пойдут, собачку возьмут. У тебя там сестренки-то, Вика, почему не пришли? Маме надо дома помогать. Да как там помощь? Наоборот, здесь-то они силы набрались. Кормят-то вас как, разве как дома? Тут специальные повара. Ну вот так. Все, пошли. Нынче лагеря нет, так, гости приехали. Ждем из Канады, из Катеринбурга. Вот так. Благодарим Бога. Как бы не Роспотребнадзор, так бы и были в шалашах, а так нет. Вот представьте, когда у нас было, один раз с поезда сошло 72 человека за раз, за один приезд. На костре было 120 человек. Для нашей местности это значительно. Велосипеды специально были куплены. Гоняют тут ребятишки на них. Все это, все без помощи государства. Любимое наше государство не может помочь. Из детдомов приезжали. Были цыганские дети, евреи, греки, немцы, казахи, киргизы. Я даже не знаю, баптисты, 50-ники, православные, старообрядцы. Вот так. Ласточки у нас вывели вчера, наверное. Желторотики сейчас сидят. Сегодня сказал, чтобы где дорогой бросить ласточка, пеленки-то их вытряхивает. Она чистоплотная, не то что голуби. Вот она рядом прямо совсем. А то у меня руки трясутся. От того, что мало сделали добра. Ах. Ах. Ах.